В момент вскрытия в коробке находится некий конгломерат. Вот оно, сыпучее. Конгломерат. На вкус? Можно померить. Язык они не имеют. На вкус горький. Язык не имею. Как вы думаете, Собчак знал о том, что в контейнере едет кокаин? Или он думал, что там и правда продовольствие? Он не знал. Знал, точно знал. Знал, точно знал. Чья это была идея, использовать Россию как транзитный пункт? Это была идея Амоса Сулами. У него были нужные связи в России. Мы должны были отправить контейнер в Россию на адрес мэрии Санкт-Петербурга. У меня на руках были все бумаги с адресами и там был указан адрес мэрии. Я взял эти бумаги с собой в Голландию и передал там человеку, которого звали Владимир Бахшиев. У Бахшиева были связи с Анатолием Собчаком, но между ними был еще один посредник. Знали ли в мэрии Санкт-Петербурга, что они покупают контейнер с кокаином, а не с мясными консервами? У меня нет стопроцентных доказательств, но я уверен, что знали. Я думаю, Собчак должен был получить за это какие-то деньги. В бумагах был указан адреса санитарной службы мэрии Санкт-Петербурга. А потом контейнер был задержан. Те, кто его задерживали, увидели адрес, по которому он должен был быть доставлен. И после этого кокаин испарился. Я вот что хочу сказать. Путин был таким же бедным ребенком, как я. Мы оба мечтали разбогатеть. Разница в том, что он выиграл, а я проиграл. Он единственный человек, который вышел сухим из воды после 90-х. Я его очень уважаю, он умный человек. Сначала он получил власть, став вице-мэром, а затем и деньги. Я думаю, тот контейнер принес ему 7-10 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok